Дорогие друзья, я рад вас всех приветствовать! В эфире Гавин Бенцон Ласкин. И сегодня наша тема очень важна – «Как не впадать в депрессию» в понедельной главе ЭКО. Я хотел бы сегодня начать нашу лекцию с просьбой каждому из вас, кроме того, чтобы написать тут, откуда вы, с какого года вы нас слышите, слышно ли хорошо. Хорошо. Улыбнитесь, пожалуйста. Именно с этого я хотел бы начать сегодня урок, что Каббала нам раскрывает, что каждый орган человека связан с другой сферой. Рука связана правая с милосердием, с хеседом, левая рука с суровостью, пятки с кессонами и так далее. Но лицо человека, лицо, связано с кетер, с короной. Это символизирует тот канал, который ты получаешь от Бога больше, чем то, что ты заслуживаешь. Как ты можешь активизировать в твоей жизни тот канал, чтобы получать больше, чем ты заслуживаешь, раскрывает нам Каббала? Очень просто. Улыбкой, мои дорогие, да-да, вот улыбнитесь, где вы сейчас бы не были, где вы не сидели, просто улыбнитесь. Вот эта улыбка, улыбка, она активизирует именно в этот момент канал Кетера, корона. Каббала – это то, что мы получаем от Бога больше, чем мы заслуживаем. И на счет улыбки мы пробуждаем милосердие на небе, что раскрывает Каббала, что состояние эмоциональное человека, от него зависит, что будет с тобой происходить в этой жизни в данную секунду. То есть поймите, то он нам даёт духовные механизмы. И очень важный духовный механизм, что наши действия влияют на жизнь, это понятно, наши слова, мысли. Но быстрее всего то, что влияет, это наши чувства. Чувства влияют больше всего. И вот по состоянию человека в данную секунду, по его состоянию, он создаёт тебе, человек находится в радости, он пробуждает на небе милосердие Всего Жива, находится он в гневе, в страхе, он блокирует тебе все каналы. Из этого Каббала раскрывает, если есть духовный механизм, то этот духовный механизм должен работать на любом уровне. Везде он должен. Не может быть, что тут работает, а тут нет. Скажите мне, пожалуйста, а почему у Наполеона, например, был такой большой успех в жизни? Наполеон Балапарда. У него были какие-то заслуги? Он учил много труб? За что у Наполеона был такой успех, как полководец, то и не было других полководцев. И раскрывает там Каббала потрясающий звездный ответ. Понимаете? Секрет он в следующем. У Наполеона был секретный отряд. Не секретный, а особенный отряд. Эти солдаты, это не была команда. Это не были какие-то боевые особенные войска. У него был отдельный отряд у Наполеона, который вся его задача была веселить, держать в радости веселье других солдат. И это, объясняет Каббала, был секрет успеха Наполеона. Когда ты находишься в веселье, даже человек, веселье даже может быть не самым правильным, но веселье пробуждает на ними белосердие. Когда же ты находишься в состоянии грусти, даже человек богобоязненный, кошерный, религиозный, но он находится в состоянии суровости, грусти, страха, то он пробуждает на небе суровость. И он не дает себе получить благословение в этой жизни, несмотря на его правильные деяния. То есть деяние, которое ты делаешь в этой жизни, это влияет на твой грядущий мир. Чувства влияют прямо сейчас. Из-за этого, если ты делаешь Митцову заповедь, ты получаешь за нее заслугу в следующем мире, в грядущий мир. Но есть в одном случае, когда ты получаешь заслугу за нее прямо сейчас. А вы знаете, когда это прямо сейчас? Когда человек радуется, делает эту Митцову из радости, тогда он тебе все каналы на небе полностью пробуждает. И вот тут мы приходим к очень важному моменту. Понимая, что только с радостью человек может открывать тебе канал богословения, пробуждать милосердие на небе. И даже человек правильный, делает срок правильно, он находится в страхе или в унынии или в неверии, он тебе блокирует все эти каналы. Подобное притягивает подобное. Понимая это, мои дорогие, тут очень простой вопрос. А как нам быть в этой радости? Как заходить в это состояние? И об этом именно нам рассказывает наша недельная глава Туры, глава Экер. Помните, как в этом анекдоте, не анекдот даже, я бы сказал бы, а история, когда приходит человек в депрессии глубокой. К психологу, я думаю, доктор, спасите, помогите, мне так плохо. Тот, кто на него смотрит, говорит, вы знаете, вам просто надо немножко отдохнуть, развлечься. Вот тут есть цирк потрясающий. Там есть великолепный клоун. Все, кто идут в этот цирк, смотрят на этого клоуна, выходят с огромной улыбкой. Поэтому этот человек, доктор, не поможет. Говорит, почему? Потому что я и есть этот клоун, который там выступает. Так как нам действительно, мы говорим о радости, мы понимаем значение радости, понимаем ее важность, и как нам раскрывает Тора и Каббала, это тот духовный механизм, за которым скрывается все наши благословения в жизни. Когда человек не находится в состоянии радости, он все теряет. Но скажите мне, как это делать? И вот тут мы сейчас обращаемся, и я буду рад видеть также ваши комментарии, ваши вопросы в живом эфире, попробую на них ответить тоже, если есть вопросы. И напишите тут, с какого голода вы находитесь, буду рада также видеть. Спасибо большое. Итак, давайте. Недельная глава называется «Экев». «Вяя Экев Тишми Ун». Это наша недельная глава. «И было когда», вы послушаете, «И было когда». «Экев» используется слово «когда». Но объясняют мудрецы, что это очень странное использование этого слова «экев» для «когда», но очень редко и обычно используют совершенно другие слова для слова «экев». Но вот эти же буквы «Айн», «Куф», «Бет», это означает не только слово «когда», это означает слово «пятка». И тут объясняют мудрецы, потрясающее объяснение, что «Вяя Экев Тишми Ун» это мишпати Маэле. Это не «когда» вы услышите эти законы, но вы будете слушать эти законы вашей пяткой «экев». Как это понять вашей пяткой? Что за такое понимание? Потому что слово «экев» означает «пятка». «Акев». Знаете, в чем уникальность пятки? Скажите, если мы сейчас поставим сюда, скажем, угли горячие, горячие угли, или разбитое стекло, я смогу пройти с моими руками, пальцами по этому? Нет, не будет тяжело. А если я пройду с моими пятками, я смогу? Да, пятками я смогу. Потому что пятка – это самая грубая материя в человеке, самый грубый орган, наименее чувствительный. За это говорит нам только так. Есть люди, которые живут эту жизнь рационально, своим разумом. Есть люди, которые живут эту жизнь своим сердцем, эмоциями. Но есть люди, которые живут эту жизнь, и с момента, когда надо жить эту жизнь, с моими пятками. Надо отключить рациональность, отключить сердце и двигаться, и делать. И тогда появится радость. И вот этот момент, как научиться жить с пяткой, как научиться отключать разум из сердца и двигаться, несмотря на боль, несмотря на трудности, но не падать в эту черную яму, как этого добиться, есть потрясающая история, которая нам раскрывает вот это объяснение. Эта история, которую мы читаем каждый год в синагогах. И, казалось бы, эта история не имеет отношения к нашей жизни. Но великий Алтер-Эбе раскрывает метафорическое значение и внутреннее значение всей этой истории для нас. История о великом пророке Иоваде, который был безумно добрейший человек. Настолько он был добрый человек, что, вы понимаете, он всегда давал. У него не было денег. Когда бедняки к нему приходили и просили его, одолжите нам деньги, у него не было. Он одалживал у богачей. Те ему давали, потому что они очень верили Иоваде, а он уже давал это беднякам. И вот в один день трагически Иоваде умирает, оставляя вдову, двоих детей и огромное количество долгов, кто никогда не выплатил. И в этот момент, когда это происходит, жена в отчаянии, ее двоих детей хотят забрать за долги, которые она не могла заплатить. И она приходит в отчаянии к Элище, к великому пророку, и говорит ему, «Ищи мет, мой муж умер, моих двоих детей хотят забрать в тюрьму, что мне делать? Я в отчаянии, я в унынии, я не знаю, что делать». Смотрит на нее Иоваде и говорит ей следующие слова. «Ума есть шлах, а что у тебя есть?» «У меня есть маленький кувшинчик масла, это ни на что не хватит». И тогда, говорит ей Ильиша, «Одолжи пустые сосуды как можно больше, иди к соседкам и одалживай пустые сосуды». Да, вот такое странное указание великого пророка. Она одалживает всех соседок, все их сосуды, заполняет всю комнату этими сосудами. И тогда, по его указанию, она закрывает дверь, бьет этот маленький кувшинчик масла и начинает наливать во все пустые сосуды. И вот чудо происходит. Все эти пустые сосуды, многочисленные в комнате, заполнились от одного маленького кувшинчика масла, и которого ничего не хватало раньше, от которого не могло хватить настолько кувшинов. Просто чудо немножко напоминает Ханаку, где там у нас на восемь дней хватило масла, а тут на огромное количество горшков. Ты читаешь эту историю, и ты радуешься, когда ты читаешь, как она смогла с помощью того, что она продала все эти кувшины с маслом, получила деньги, освободилась из сыновей. Happy end. Хороший конец истории. Вы знаете, почему надо читать эту историю каждый год заново в синагоге? Какая для меня, для каждого из нас, в 2021 году дает нам урок этой истории? Напишите в комментариях, если вы думаете, что у вас есть ваше предположение на урок от этой истории. Но арт-ребе раскрывает нам мистическое значение этой истории. Это метафора о нас с вами, о каждом из нас. Эта женщина, это в первую очередь, это душа. Душа человека. Женщина всегда более духовная, чем мужчина. Из этого женщина символизирует именно душу. Душа приходит к Элише. Элише – это Всевышний. Это форические. И говорит ему, «Ищи, Мэт, мой муж умер». «Мой муж умер» – это тоже означает «Ищи, эш, огонь». Мой огонь, мой пыл, мое желание вставать утром. Мое желание радоваться. Мое желание бегать в синагогу, помогать людям. Моя любовь с супругой. Все вот это исчезло. Вчера было, сегодня нет. И моих двоих детей хотят забрать в плен. Что такое двоих детей? Наш разум порождает эмоции. Эмоции – это дети нашего разума. И две главные эмоции – это любовь и страх. Говорит душа Всевышнему, «Я потеряла свое вдохновение, потеряла свой пыл, и моих двоих детей хотят забрать в плен. Я люблю не то, что я должна любить. Я боюсь не того, что должна бояться. Я потеряна. Что мне делать?» Говорит ей в этот момент Элиша, «А что у тебя осталось? Что у тебя есть? Почему именно такой?» Он дает ответ. Помните, когда был известный раввин, который был главой ортодокс-юнин, всего ортодоксального совета раввинов в Балтиморе, и он был психиатр, и у него был вдруг кризис. Кризис веры в Бога в 40 лет. И он, раба Иван Рауф, и он позвонил любавскому рабе анонимно, не представляя свое имя, и говорит, звонит ей из Балтимора, «У меня есть много вопросов о вере в Бога, теологические вопросы, и я хотел бы поговорить с любовческим рабе на эту тему». Так, секретарь отвечает, раба стоит около секретаря, и раба передает секретарю, «Передайте ему, что есть раввин в Балтиморе, по имени раввин Вайн Рауф, пусть он с ним пообщается». Отвечает тогда раввин Вайн Рауф, который на второй линии, «Передайте раба, сам раввин Вайн Рауф на линии». И когда раба с большой улыбкой передает ему, «Передайте ему, что есть момент в жизни, когда человек должен поговорить сам с собой, говорит ей Всевышний, не ищи ты по сторонам ответы, а что у тебя есть, поговори само с собой». И думаю, «У меня есть маленький кувшичек масла». Маленький кувшичек масла, это символизирует масло, возьмите сейчас стакан воды, налейте масло, масло всегда будет всплывать, никогда всегда будет всплывать. Масло – это божественная душа, искра Бога, которая в нас находится. У нас есть с вами животная душа, тянет нас вниз, и божественная душа поднимает нас всегда вверх. У меня есть эта божественная душа, у меня есть искра Бога, но она очень мала, я её не чувствую, она мне не помогает в жизни. И тогда, говорит Елиша, «Иди и одолжи пустые сосуды». Что это означает? У мужа с женой потерялась любовь, то вдохновение, это любовь исчезло. Одолжи любовь. У тебя нет вдохновения, одолжи вдохновение. Делай пустые сосуды. Сосуды без чувства. Сосуды без чувства, как будто они пустые, но они не пустые. Потому что когда ты будешь делать эти сосуды, казалось бы, пустые, но появится момент ностальгии, будет во что заполнить всё это вдохновение. Представьте себе, муж и жена не разговаривают, потерялось у них вдохновение, потерялась романтика. Муж, что говорит ему только, «Идей, помой посуду, не чувствую». Идей, принеси цветы. То есть самое жене. Но когда будет момент вдохновения, будут сосуды, которые это всё может заполнить. Из-за этого наш урок научится в момент падения, в момент трудности, в момент без вдохновения продолжать двигаться не головой, не сердцем, а пятками. Создавать сосуды, даже пустые, даже без эмоций, даже без вдохновения. Но главное, не останавливаться. И когда человек даже улыбается, у него нет причины улыбаться, улыбнитесь на секунду, вы увидите, как ваше уже настроение моментально, автоматически улучшается. И как я объяснил в начале лекции, когда вы улыбаетесь, даже без пучины, то в эту секунду вы раскрываете каждый орган, связан с другим каналом, а лицо, связан с кеттером, с каналом благословения, больше, чем то, что я заслуживаю. И когда я улыбаюсь, я активизирую этот канал благословения. И вы знаете, как была раскрывает там потрясающую вещь. Человек обычно думает, что я должен ждать, пока вдохновение ко мне придет в эту жизнь. Я буду ждать, пока это вдохновение возвратится. И так он может лежать в кровати, в депрессии, очень долго, и может все потерять. Все. Говорит там Тора, что пробуждается раньше. Тело, а за ним душа, или душа пробуждается, а за ним тело. Отвечает Тора, сначала пробуждается тело, физическое действие, а за ним только пробуждается душа. Из-за этого, когда вы помните, Хагар, Хагар, служанка Авраама, то есть стала его женой, была изгнана из его дома, сыном Ишмаэлем, и она находится в пустыне без дыхана, без воды. Они умирают вместе с Ишмаэлем, у него нет сил встать. Она умирает, Ишмаэль умирает, и вдруг появляется ангел. Скажите мне, когда ангел появляется? Казалось бы, ну, подай воду. Нет, ангел воду не подает. Что ангел говорит ей? Подай свою руку твоему сыну. Помоги тому, кому еще тяжелее, чем тебе самому. Это был ее ответ. Это был его ответ. И она через последние силы протягивает свою руку Ишмаэлю, своему сыну, и вдруг она видит колодец. Сейчас смотрите, этот колодец уже там был раньше. Но вся суть она в том, что пока она лежала, она этот колодец не могла увидеть. Но когда ты помогаешь кому-то, кому тяжелее, чем даже тебе, через силу, делаешь пустой сосуд, но помогаешь, но делаешь, тогда выходит тебе помощь. Вот это очень важный урок для каждого, для каждого из нас. Эта недельная голова нас учит о том, как создавать пустые сосуды, но как двигаться пяткой и не останавливаться. И когда человек благодарит Бога постоянно и не останавливается, ему раскрываются все каналы. И тут я хочу вам рассказать еще один секрет, раскрывает нам Тора на эту тему. Я всем шалом, пока вижу тут очень много шаломов. С Латвии, я вижу тут у нас, со Львова, с Израиля. Всем шалом, рад всех видеть, напишите нам ваши комментарии. Штутгарт, Германия, всех безумно рад видеть. И тут хочу сказать еще очень важный момент для каждого из нас. Раскрывает нам Робина Хамена из Бослова еще один урок. Понимаете, когда человек неблагодарен в этой жизни, он себя все блокирует в этой жизни. И он раскрывает, что есть один способ, как быть в радости постоянно. У меня в свое время был целый курс, большой, очень кабала и радость, где мы проходили множество техник и тактик, как этого добиваться. Сейчас раскрою маленький-маленький момент, который раскрывает нам Робина Хамена из Бослова. Я приглашаю, конечно, нашу группу, у нас есть группа на Ватсапе, группа на Телеграме, в нашей лекции еще недели, когда у нас происходят. И вот, рассказать нам Робина Хамена такую историю. У него есть книга Сафара Массиот, книга, историю, которую он пишет. Знаете, историю он доводил для нас глубочайшие идеи. И вот, рассказывает о двух братьях, о двух друзьях, извиняюсь, два друга. Один был простак, простой человек, очень простой. Он был портной, а другой был очень умный. Но этот умный постоянно был недовольный, ему было все плохо, искал там все, и он, в конце концов, все потерял в своей жизни и стал бомжом. А этот простой человек, когда он просил у своей жены, дай мне, пожалуйста, кусок хлеба, кусок мяса, она давала ему кусок хлеба, не было у них просто мяса. А он говорил, дай мне там красивую одежду, давала ему самую простую одежду. И он каждый раз у него была одна реакция. Кама, това, унифляа, аишуазу. Как хороша и прекрасна, и чудесна. Это великое спасение. Это рубашка. Это кусок мяса, кусок хлеба, что бы ни было в жизни, вид с окна, то, что я могу вас видеть, любая вещь, как хороша и великолепна это чудесное спасение. И вот, представляете, когда человек просыпается утром, там нет улыбки, ничего. Первое, что ты должен сделать, это сказать, благословение ему, да не благодарю тебя всевышней. Одеваешь рубашку, как великая, прекрасно, чудесна эта рубашка. Не было бы рубашки, не мог бы выйти на улицу. Открываешь кран. Мы благодарим Бога, когда выходит вода с крана? Нет. Но если бы не было бы сейчас бы три дня у вас в кране вода, вдруг вышла бы вода, какая была бы радость? Великая радость. И рассказывает Робинарман, что это простой человек. За счет того, что он говорил постоянно, как велика и прекрасно, чудесна спасения, когда было настроение, не было настроения, он создавал эти пустые сосуды постоянно, создавал, заставлял тебя быть в радости, заставлял тебя концентрироваться на то, что есть, а не то, что нет. Он стал главным министром всего государства. Понимаете, две вещи раскрывают канал богословения в этой жизни. То, что я объяснил, находится на лице. Это улыбка, что лицо связано с Кеттером, который раскрывает к нам каналы Кеттера. И голос тоже на лице. И когда я голос говорю, как велика и прекрасна это чудесное спасение, и еще это делаю с улыбкой, и раскрываю себе все каналы богословения в эту секунду. И вот тут, и вот этот момент раскрывает нам учение хасидизма, когда человек воспринимает все в этой жизни как само собой, move on my love, само собой, что он мне обязан, и она мне обязана, и то, что Бог нам ничего не обязан. Ты осознаешь, что ты сам по себе, ты рождаешься голым. И все, что... И ты должен был стать голым. И все, что более этого, это уже бонус. Надо за это быть благодарным каждую секунду. Это приносливо заполняет тебя великой радостью. Это все меняет в твоей жизни. Вот это радость. Это все меняет. Это все изменяет. Когда были два, вот тут мне нам пишут вопрос, как попасть к вам на Телеграм. Прямо над этим видео есть линки. Там пишется группа Равиноласкина на Телеграме, группа Равиноласкина на Ватсапе. Пожалуйста, присоединяйтесь. Буду благодарен. Всем шалом. В Журназузбекистан, с нами, и многие другие страны и города. Я закончу последние истории, которые очень люблю. От двух хасидов. Зуши и Мишулам из Аниполя. И Зуши и Мишулам из Аниполя попали... Зуши и Мишулам они попали однажды в тюрьму. Это было в России. С ними 40 зеков находятся в тюрьме. Им плохо. И Зуши хочет помолиться Богу. И Зуши не может. Потому что там был горшок с парашей. И есть закон, который говорит, что нельзя молиться в нечистом месте. И он начинает грустить. Говорит ему, его брат, что с тобой, Зуши, ты всегда такой радостный, ты всегда молишься, что с тобой, почему ты такой грустный? Он говорит ему, я за всю свою жизнь ни разу не пропустил возможность... Извиняюсь. Боже, прощения. Я ни разу за свою жизнь не пропустил возможность молиться Богу. Именно в тот момент, когда мне нужно больше всего помолиться Богу, я не могу. Потому что тут есть такой горшок. Извиняюсь. И тогда говорит ему его брат, Зуши, дорогой, а когда последний раз в твоей жизни ты исполнил заповедь не молиться в нечистом месте? Да, молиться в чистом месте ты исполнял каждый день. Но когда ты исполнил твою жизнь в заповеди не молиться в нечистом месте? Не молиться в нечистом месте? Никогда. Да, благодари Богу, что ты впервые в жизни имеешь возможность исполнить заповеди не молиться в нечистом месте. Ну, ты прав. Я действительно никогда не имел возможности исполнить эту заповедь. А заповедь, как мы знаем с вами, митцва. Слово цавта, связь. Эта связь никогда не произошла в мою жизнь не раньше. И что хасиды делают, когда они понимают такую радость? Начинают танцевать и радоваться. Вот эти два хасида начинают радоваться и танцевать. С зэком было скучно, они ничего делать, они к ним присоединились. Начали вместе с ними танцевать. Через 15 минут там уже еврейская свадьба, там танцы вовсю. И вдруг приходит этот надзорщик, надзорщик, и говорит, что происходит тут, что за безобразие? В честь чего такое веселье? И все зэки показывают пальцем на этот горшок. Говорят, эти хасиды, эти евреи нашли новую связь с Богом через этот горшок. Сказал надзорщик, уберите этот горшок! Убрали горшок с парашей. И тогда сказал, зорщик, что сейчас мы можем молиться Богу. Это то, что называется симха, радость наша. Она портит гетер. Она раскрывает все блоки, все проблемы в жизни. Есть разные ключи к разным дверям, разным проблемам, но есть один мастер, ки, кто открывает все. Это наша радость. Когда мы в радости, мы побуждаем на небе милосердие. Когда мы в радости, мы побуждаем на небе каналы Божьего, чем то, что мы достойны в жизни. Когда мы в радости, мы в благодарности Богу. Когда мы в благодарности Богу, нам все раскрывается. А когда мы в неблагодарности, когда мы в грусти, то Бог говорит нам, зачем я давать тебе еще больше? Чем больше я тебе даю, чем больше ты недоволен, чем больше тебе не хватает, и ты блокируешь себе все каналы. И вот эта наша недельная голова нас учит, как жить в этой жизни. Надо включать всегда разум, разум контролировать свое сердце. Но есть моменты в жизни, когда надо нерационально вести себя и не эмоционально, а надо двигаться пятками. Экет, пятка. И это был секрет Авраама Вину. Прежде чем наш прадед Авраам, он тоже, проводится о нем, слушал Бога своей пяткой. Из-за этого все трагедии он проходил, когда его папа старался его убить, бросить его в костер. Несмотря на все, что он бросил в этой жизни, он никогда не сгибался, он никогда не падал в какую депрессию. Потому что пишется в Торев, Паршат Ольдот, Экев Ашер Шама Авраам. Что пяткой, слушал Авраам Всевышнего. То есть он действовал пяткой. Несмотря на все, он действовал, сделал пустые сосуды, отключал все, но не останавливался. И вот это, когда мы не останавливаемся, создаем эти пустые сосуды, то наше тело пробуждает нашу душу и раскрывает там все каналы богословения. И было как-то на лекции в Германии, и ко мне подошла женщина, она была в Торев, и она говорит, «Ребе, помогите мне». Я уже выходил из зала, должен был помочь человеку за одну минуту. То, что я мог ей сказать, это следующая вещь. Я ей сказал такую вещь. То, что сказал раньше ангел Всевышнего Гагаре, протяни свою руку, когда она была без дыхана в пустыне, тому, сынушу, помоги, кому еще тяжелее. Тебе плохо? В первую очередь, как Раби Нахмар ему сказали сейчас, как велика и приказывает честное спасение. Делайте это. У меня был человек один из в депрессии, я ему сказал, ты делай это 300 раз в день. Благодари за стакан воды на столе, за стол, за лампу, за крышу, за близкого человека, за все, что у тебя есть, за все благодари, у тебя не будет вина грустить просто. И так оно и было. Это номер один. А второе, я сказал, и помогайте человеку, найдите чем помочь другим, когда будете помогать другим, вы увидите. без сил, сделай это как пустой сосуд, без эмоций. Вы увидите, как вам станет легче. И вот этот момент, который учит нас недельная глава, то, как жить, как двигаться и не останавливаться нашими пятками. Так что, мои дорогие, вам огромное спасибо за ваше внимание, за ваши улыбки. Хотя я сейчас не вижу, но верю, что эти улыбки находятся на ваших лицах. Я напоминаю, что у нас в это воскресенье в 2 часа дня, в час дня по нервскому времени, это в 8 часов вечера по московскому времени, будет очень важная лекция, которую я буду давать на Zoom. Можете к ней зайти через линки, которые будут на WhatsApp, в моей группе на WhatsApp и Telegram. А там будет лекция, как менять свою личность. Это очень важная лекция. Я психологию, я проходил как лайф-коуч образование, но, кроме моего образования, как Равира, но вы понимаете, что в психологии есть анализ человека, есть критик, кто критикует всех, есть кто-то жертва, кто несет себя жертвой, есть кто-то убегает от проблемы, есть гиперрационалист, который все анализирует, отключает себя от эмоций, из разной типажей, разные диверсанты в нашем разуме, которые нам мешают в жизни добиваться своей цели и добиваться, реализовать своего потенциала. И в психологии есть очень много анализа на эту тему, но я не нашел там ответа, как менять. А именно в Каббале, именно в наш Тори, есть потрясающая система, как менять свою личность. И человек ему скажет, вот я такой, нет. Это может за пару минут, это даже повторяться постоянно-постоянно, сменить полностью свою личность, потому что тебе мешает. Вот именно этим мы займемся в нашей лекции, он будет на Zoom, в воскресенье, в 8 часов вечера по московскому времени, в час дня по Невскому. И я вас всех очень приглашаю и буду рад вас увидеть на этой лекции и на нашем курсе. Всем вам благословения. Прозоединяйтесь в тот момент виху из линки на WhatsApp и на Telegram. И спасибо вам и всегда, мои дорогие, в полной, полной радости. Всем шалом и всем благословения, мои дорогие.